Они идут по жизни смеясь. Чемпионы школьной лиги КВН из 60-й столичной школы отправятся на 7-й международный фестиваль детских команд КВН в Анапу, который стартует 17 сентября. Там примут участие более 100 команд. По его итогам отберут 36 команд для участия в телевизионном сезоне Всероссийской юниор-лиги. За репетицией юных КВНщиков наблюдал Рифат Фадкулин. Всем привет! Перед вами команда КВН ГТО. Почему ГТО? Все просто. Гена, Таня, Оля. Искрометные шутки, приправленные молодежными оптимизмом и энергией. Удивить публику собрались не только бывалые, но и начинающие КВНщики. Самому юному из них 11 лет. У ребят сильные наставники, которые уже не первый год блистают юмористическим талантом в премьер-лиге КВН. Успех старших товарищей вдохновляет юных КВНщиков и задает определенную мотивацию. У нас работают с ребятами редактора. Редактора у нас это ребята из сборной Чебоксар-Чуваши, ЧГУ. Поэтому ребята опытные, уже побывавшие на телеке, скажем так, и знают, что там нужно, что не нужно, что лучше делать, что не лучше. Все команды, которые на первом канале вы видите, они именно со школьного КВН начинали. И поэтому я считаю, что у наших школьников есть большое будущее. Очень круто, что администрация дает такую возможность. Спасибо им большое. Ребятам из Чувашии предстоит играть со сверстниками из разных уголков России и стран СНГ. Почти год ребята готовились к этому событию. Позади многочисленные мастер-классы по хореографии, бокалу, актерскому мастерству, а также подготовка сценариев и утомительные репетиции. Вдохновение для своих миниатюр ребята черпают чаще всего из повседневной жизни. Найти в обыденном что-то новое не так просто. Но в этом и заключается основной смысл игры. КВН сейчас играет очень важную роль в моей жизни. Пришел я в него благодаря Роману Сергееву, который пришел к нам в школу и собирал команды для нового сезона. Мы используем старый материал, добавили новый материал, придумывали новые шутки для Анапы специально. Времени до седьмого международного фестиваля детских команд КВН в Анапе остается совсем немного. Для того, чтобы порадовать зрителей и удивить жюри, ребятам придется серьезно поработать с чувством юмора, ведь конкуренция будет совсем не шуточной. Рифат Фадкулин, Расиль Мухаммедов, Республика.